У человека есть две изначальные потребности. Потребность получить любовь и потребность отдать свою любовь. Это две изначальные потребности души. Если в результате тех или иных обстоятельств в жизни, каких-то трудностей, каких-то эмоционально сложных ситуаций вы внутренне, подсознательно себе запретили получать любовь или отдавать ее, то вы встали на путь уничтожения себя как личности. И поэтому вы будете очень плохо чувствовать себя в жизни. Несколько раз, когда мы с вами вели психотерапевтические сеансы здесь прямо в зале, вы наблюдали, как раскрывались люди, как мы выходили на эти подсознательные запреты, которые люди себе поставили. Помните? Самые разные случаи. Запрет принимать любовь, запрет давать любовь. Да, в детстве были сложные ситуации, когда ребенок хотел проявить любовь по отношению к родителю, и родитель это не оценил, он был занят своими делами. И у ребенка возникает страх, и он закрывается от этого желания давать свою любовь. Он делает этот подсознательный вывод, что это опасно, что это нельзя делать. И вот он так живет. Также, может быть, он не получил любви от своих родителей, и вот он делает подсознательный вывод, что нужно бояться этого, нужно сторониться близких отношений. Мы с вами, как духовные существа, сотканы из этой природы любви. Сама наша природа, это природа любви. Мы должны находиться в этом потоке любви, это предназначение души. Поток любви еще раз отдавать и получать. Быть открытым к любви и отдавать ее. Вот, собственно, наше с вами существование. И ровно настолько, насколько мы реализуем это в своей жизни, ровно настолько мы являемся целостной личностью. Поэтому, с точки зрения разума, с позиции разума, сделайте проверку, насколько вы отдаете любовь и насколько вы ее принимаете. Ровно настолько у вас будет жизнь или ее отсутствие. Ровно настолько, насколько этот поток любви течет через вас или приходит в вашу жизнь, ровно настолько у вас есть жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok